Всем добрый день! Рад вас всех приветствовать! Сегодня мы с вами поговорим о механических коробках переключения передач. Меня очень часто спрашивают, как ведет себя коробка передач на моем автомобиле. Автомобиль у меня, напомню, Lada Vesta SV 1.8, механика. Стоит так называемая французская коробка GR5. Про подвывание мы сегодня разговаривать с вами не будем, а поговорим именно про включение передач, и особенно, что касается включения задней передачи. Ролик будет построен следующим образом. Вначале я расскажу вам, как ведет себя коробка переключения передач на моем автомобиле. Затем мы разберем пару способов включения задней передачи, так скажем, правильно, чтобы передача включалась без всяких лишних посторонних звуков. Один из этих способов нам предлагает Автоваз в руководстве по эксплуатации, а второй способ, так скажем, старый шоферский. И в конце немного теории. Разберем принцип работы механической коробки переключения передач и почему вообще возникают проблемы с включением задней передачи. Конкретно на моем автомобиле никаких проблем с коробкой переключения передач нет. Она, конечно, далеко не самая мягкая, но все передачи включаются довольно-таки четко и примерно с одинаковым усилием. То же самое касается и задней передачи. При ее включении я также никаких проблем не испытываю. Так, к сожалению, далеко не у всех, судя по вашим комментариям. Больше всего вопросов касается именно включения задней передачи. У многих включается она не с первого раза, включается с усилием, с какими-то посторонними звуками. Вообще, если возникают вопросы по коробке, тут несколько основных вариантов. Возможно, необходимо просто отрегулировать сцепление. Это бывает на автомобилях, которые уже довольно-таки прилично проехали, имеют приличный пробег. Ну, или вы только поменяли сцепление. То есть, его тоже необходимо отрегулировать. Либо на вашем автомобиле реально есть какие-то проблемы с КПП и тут уже необходимо вмешательство специалистов. Если ваш автомобиль на гарантии, разумеется, надо обратиться к официальному дилеру для решения этой проблемы. Либо вы что-то делаете не так. То есть, это особенно актуально, если у вас небольшой водительский стаж. И вот здесь давайте сейчас попробуем немного разобраться. Друзья, у меня к вам убедительная просьба. Пишите в комментариях, как ведет себя КПП на вашем автомобиле. Возможно, у вас есть проблемы с включением передач. А возможно, они были в начале эксплуатации, а со временем прошли. Либо наоборот, ситуация только усугубилась. Возможно, у вас так же, как у меня, все хорошо и полностью устраивает, как работает коробка. Может быть, вы обращались к дилеру с тем или иным вопросом. Напишите, как он себя повел и смог ли решить ваш вопрос. Все эти вопросы очень многих интересуют. Друзья, делитесь своим опытом. Если обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля и делать все, как там описано, то для переключения передачи заднего хода нам необходимо остановить автомобиль, нажать на педаль сцепления и выдержать паузу не менее трех секунд. После чего отвести рычаг из нейтрального положения вправо до упора и переместить его назад по ходу движения автомобиля. То есть, выжимаем сцепление, ждем три секунды, перемещаем рычаг вправо до упора и вниз до конца, не срезая угол. Если передачу включить не удалось, не надо тыркать рычаг, не надо пробовать включить ее с силой. Верните рычаг обратно в нейтральное положение, отпустите сцепление, выжмите его и повторите попытку заново. Также в руководстве по эксплуатации автомобиля обращают внимание на полное выключение сцепления при переключении передач. То есть, сцепление надо выжимать до упора. Не на половину, не на две трети, а до упора. И отпускать педаль сцепления только после полного включения задней передачи. Если вы чувствуете, что передача до конца не включилась, отпускать сцепление не надо. Верните рычаг и повторите попытку заново. В руководстве также отмечают, что эксплуатация автомобиля с не до конца включенным сцеплением может привести к повреждению коробки передач. Ребят, на самом деле последствия могут быть очень неприятны и наступить они могут очень быстро. Если вы не до конца включили заднюю передачу, автомобиль поедет, но так как шестеренки до конца не вошли в зацепление, они могут просто сломаться. И случаи такие не редкость. Еще раз, включение задней передачи производится только на полностью неподвижном автомобиле и не раньше, чем через 3 секунды после выжимания педали сцепления. Это если все делать согласно руководству по эксплуатации автомобиля. На своем автомобиле я особо не спешу, стараюсь делать все плавно и аккуратно и никаких проблем с включением задней передачи у меня не возникает. За все время было возможно пару раз, когда я не включил заднюю передачу с первого раза и дело тут явно не в коробке. Еще раз напомню, двигатель 1.8, коробка GR5. Если на вашем автомобиле задняя передача включается с проблемами, с хрустами не с первого раза, а ждать несколько секунд для вас слишком долго, есть еще один способ, так называемое включение через передачу. Я думаю, все вы обращали внимание, если, допустим, вы паркуетесь, подкатываетесь к какому-то препятствию на первой передаче, выжимаете сцепление, нажимаете тормоз, ну соответственно останавливаетесь и сразу же с первой включаете пятую, то она включается без каких-либо проблем. Это и есть принцип этого способа, сейчас объясню. Мы станем припаркованы, автомобиль у нас заведен, рычаг переключения передач у нас в нейтральном положении, нам нужно сдать назад. Мы можем сделать, как я описывал выше, все по руководству, то есть выжать сцепление, подождать 3 секунды и потом включить заднюю передачу. Если же вы спешите, не хотите ждать, вы выжимаете сцепление и включаете не заднюю передачу, а включаете третью и с нее сразу же переводите уже на заднюю передачу. В этом случае никакого хруста не будет и задняя передача включится без каких-либо проблем. Это сто процентов. Еще раз, выжимаете сцепление, включаете третью и тут же переводите на заднюю. Способ сто процентов рабочий и ничем он не навредит вашему автомобилю. Почему же так происходит? Давайте попробуем разобраться. Сейчас будет немного теории, какую-то конкретную коробку мы разбирать не будем, разберем сам принцип работы. На всех переднеприводных автомобилях механические коробки работают плюс-минус одинаково по одному и тому же принципу. Я не являюсь никаким специалистом по коробкам, но представление, как устроен автомобиль, я имею. Ну, во всяком случае, его механическая часть. И если уж я что-то совсем не то скажу, я думаю, более компетентные в этих вопросах люди в комментариях меня поправят. Есть первичный вал с жестко закрепленными на нем шестернями, на который при включенном цеплении передает вращение двигатель, и этот вал вращается с частотой вращения двигателя. Также есть вторичный вал со свободно вращающимися на нем шестернями. Эти шестерни находятся в постоянном зацеплении с шестернями первичного вала. Но вращаются они все с разной частотой из того, что они разного размера и имеют разное количество зубьев. Также на вторичном валу есть синхронизаторы, которые жестко на нем закреплены. И в тот момент, когда мы включаем нужную нам передачу, муфта синхронизатора входит в зацепление с нужной нам шестернью, тем самым жестко блокируя ее на валу и тем самым передовая вращение от первичного вала к вторичному. Вторичный вал, в свою очередь, через дифференциал жестко связан с колесами и передает вращение на них. Вторичный вал вращается только тогда, когда вращаются колеса. Если автомобиль стоит на месте, вторичный вал не вращается. Весь смысл коробки передач передать вращение от двигателя на колеса с нужным нам передаточным числом и с нужным нам крутящим моментом. Когда автомобиль стоит на нейтральной передаче с включенным сцеплением, то есть педаль сцепления отпущена, все элементы коробки передач, кроме вторичного вала, вращаются. Вторичный вал не вращается, так как автомобиль у нас стоит на месте. Он может вращаться только вместе с колесами. Начнет вращаться, когда автомобиль начнет двигаться. Чтобы включить передачу, нам нужно, чтобы все элементы коробки передач либо были неподвижны, либо нужные нам шестерни вращались с одной и с той же скоростью. Для этого мы выжимаем сцепление, тем самым разъединяем двигатель и трансмиссию. Но первичный вал вместе со свободно вращающимися шестернями вторичного вала некоторое еще время продолжает вращаться по инерции. Для включения всех передач, кроме задней, используются синхронизаторы. В тот момент, когда мы включаем нужную нам передачу, блокирующее кольцо синхронизатора за счет своих фрикционных свойств останавливает нужную нам шестерню, а вместе с ней и первичный вал. И муфта синхронизатора легко входит в зацепление с нужной нам шестернью, тем самым фиксируя жестко ее на валу. Задняя передача не имеет синхронизатора, она включается по другому принципу. Включается, грубо говоря, путем входа в зацепление между собой двух шестерней, ну точнее трех шестерней. То есть на первичном вторичном валу есть две шестерни, которые отвечают за заднюю передачу, но они не связаны между собой, между ними есть расстояние. Есть третья шестерня. В тот момент, когда мы включаем заднюю передачу, она входит в зацепление сразу с двумя шестернями. За счет этой третьей шестерни вторичный вал у нас начинает вращаться в обратном направлении. Из такой конструкции, прежде чем включать заднюю передачу, просто необходимо, чтобы все шестерни, которые участвуют в этом процессе, были неподвижны. Иначе они не смогут войти в зацепление и вы услышите характерный треск. Если же после того, как вы выжимаете сцепление, вы ждете три секунды, за это время первичный вал успевает остановиться и задняя передача без проблем включается. Если же вы включаете заднюю передачу вторым способом, через третью передачу, то в тот момент, когда вы включаете третью передачу, за счет синхронизатора третьей передачи, вы мгновенно останавливаете первичный вал. И после этого можно тут же спокойно включать заднюю передачу. Очень надеюсь, что недоступным языком удалось вам объяснить принцип работы коробки переключения передач и причины, по которым возникают сложности с включением задней передачи. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также пишите, как вам такой формат, стоит ли делать видео в таком формате. Если вам понравился этот ролик, я буду вам очень благодарен, если вы напишите под ним комментарий и поставите лайк. Большое вам всем спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Сцепление выжимайте до упора. То есть, если вы когда трогаетесь, чувствуете, что сцепление у вас где-то там посередине, может быть, ближе к верху, это не значит, что когда вы переключаете передачу, надо его выжимать наполовину. Сцепление надо сжимать до упора, пока педаль не упрется в пол. Выжали сцепление до упора, подождали 3 секунды, рычаг из нейтрального положения перевели до упора вправо, чуть его притопили и на себя назад по ходу движения автомобиля. И передача включается без проблем, если вы выполнили все вот эти вот условия. Если мы не будем выдерживать эту паузу, то получается, выжимаем, передача входит. Вот сейчас она вошла, но когда я ее включал, чувствовалось, что шестеренки там еще не остановились до конца, то есть чувствовался небольшой хруст и ощущалось, что она входит с небольшим натягом. То есть так лучше не делать, рано или поздно это приведет к повреждению коробки передач. Если вы не хотите ждать, включаем через передачу. То есть выжили сцепление, включили, к примеру, третью и с нее уже заднюю. Можно делать это очень быстро, то есть не надо ждать там ни три секунды, ни две. Выжили сцепление, тут же третья и тут же задняя. Все очень быстро. То есть в тот момент, когда мы выжили сцепление и включили третью передачу, первичный вал у нас остановился. То есть синхронизатор третьей передачи остановил нужную шестерню и вместе с ним остановил первичный вал. Соответственно, задняя у нас включится без каких-либо проблем и без какого-либо вреда для коробки. На самом деле вы таким способом пользуетесь довольно часто, просто внимания не обращаете. Допустим, вы подъезжаете к какому-то препятствию на первой передаче, подкатываетесь, выжимаете сцепление, тормоз останавливаете и тут же включаете заднюю. То есть вы не ждете ничего и включается она без каких-либо проблем. Еще один момент, это недовключенная задняя передача. То есть вы выжили сцепление, даже, допустим, подождали, как положено, три секунды до упора вправо и вниз и чувствуете, что передача как бы до конца не вошла. Вот она вроде уже встала, но что-то немножечко не то. Ребят, не надо эксплуатировать коробку в таком режиме. То есть вы отпустите сцепление, автомобиль поедет, но шестерни задней передачи не вошли до конца в зацепление и тем самым нагрузка на края шестерни будет очень большая и шестерни можно просто сломать. То есть если вы почувствовали, что не до конца включили, верните рычаг в нейтральное положение, отпустите сцепление и повторите все заново.